МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданно пандемия открыла колоссальные возможности во многих областях. Причем самых разных и непохожих. Служба заказов и доставок, работа онлайн для учителей, инструкторов по йоге и лекторов, ресурсы, позволяющие художникам продавать свои работы, онлайн-концерты музыкантов и так далее и тому подобное. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А как театр пережил и переживает последствия карантина? Как обстановка? Я думаю, вы спросите, как я разношу пиццу или инструктирую йогу. Да никак. Это все... Не знаю, у меня абсолютно пессимистический взгляд на то, что происходит в смысле театра, если через театр сюда смотреть, да и вообще. Потому что из-под театра впервые за вообще, сколько он существует, пять тысяч лет, выбили то, что никто не думал, что это есть основная его... Думали там цензура или что-то еще, может его как-то закрыть, принизить. А нужно просто не разрешить собираться людям вместе. Вот и все. Просто и все. И его нету. Его просто смели, он так скатился, как крошки со стола. И люди живут совершенно другими. Можно без него вот уже много месяцев. И все, что происходит, его замещает как бы в интернете. На мой взгляд, это что-то другое. Это может быть хорошо или плохо. Но это другое. Просто другое. Я не хотел бы этим заниматься, пока не понял бы, что к тому возврата нету. Сейчас еще какая-то маленькая щелочка открылась, что можно репетировать хотя бы. Поэтому как он переживает, по-моему, плохо. Все это бодрячество, что мы тут же перейдем в интернет. Это все, так сказать, пляски. Ну, может быть, не на похоронах, но в период комы. Наша программа перестала выходить в эфир. С марта и сейчас. Это первое? Первое. Первые дни. Ну, это вот именно самое не первое. Но вот буквально одна из первых. Я горжусь, что вы меня позвали. После полугодового. Ну, и у нас нет ощущения, что мир рухнул. Дамбы полгода занимались другими делами. Я понимаю, что... Вы писали хорошие картины, а я, к сожалению, или к счастью, не знаю, как сказать, это бросил давно. И возврат туда. Мне было стыдно начинать. Я тоже это начал. Потому что, ну, театра нет, все идеи. Я уже написал, я не знаю, актеры где-то там. Ничего нету. Просто ничего нету. Ну, как врач без инструментов. Если он не таиландский какой-то кудесник, который пальцами может делать, он сидит просто. У меня это не получилось. У меня это. Если художники или писатели, которые как были одни, так и есть одни, за письменным столом или за мольбертом, это хорошо. Наверное, им хорошо. Я знаю, многие... Вы назвали многих людей, наверное, в смысле, многие профессии, творческие, я имею в виду, для которых это хорошо. Писатель, переводчик. Я знаю переводчика замечательного. Мика Голышев. Он просто не заметил этого. Да, здравствует пандемия и так далее. Ну, да, это все работа-работа. А мне, например, каким людям, которые в театре работают, им делать нечего просто. Я понимаю, когда люди выходят на пенсию, говорят, что наступает какой-то слом, и человек быстро заканчивается, если он не придумает себе путешествие или какую-то другую жизнь. Но это страшно вообще-то. Это если это потрогать, а мы это все потрогали, во всяком случае, те, кто не придумал себе другую жизнь. Это страшно. Я всегда, это имеет отношение ни к театру, ни к живописи, ни к чему. Я всегда старался себя настраивать на то, что если когда-то замолчит мой телефон и перестанут тринькать мессенджеры и прочее, надо как-то попытаться остаться счастливым. Не знаю как, но вот зависимость от... не от того, что в тебе происходит, а от внешнего, она, конечно, фиговая штука. Ну, что говорит об этом, да. Да, вот как это сделать, правда, ну, ладно. Но все-таки абсолютно с вами согласен по поводу того, что есть виды искусства, которые в интернет уйти не могут. Вернее, они могут туда уйти, но и там и сгинут. И вы знаете, я думаю, что ничего плохого в том, что я говорю, нету, потому что осознать смерть, чего бы то ни было или кого бы то ни было, необходимо для того, чтобы больше любить жизнь. иначе, когда он вернется, надо его больше любить и понять его преимущества, которые мы, может быть, не ценили раньше. Вот я сейчас об этом пытаюсь много думать. Это не только пандемия касается, это вообще как бы комплекс событий и у нас, и рядом с нами, и чуть подальше от нас. Вот это все случается. И как? Вот ты зовешь людей в театр, чтобы что? Андерсоновские сказки рассказывать про кого? Про что? Придут же люди, которые тоже смотрели это все. Потому что театр это сегодня, картину можно написать. Это будет там через два года, через год, дай бог, не осыпется. Вы на что клеили? Это ПВА в этом случае. Хотя пробовал... Это прочно, да. Это выдержит лет 15. Через 15 лет тоже Гагарин, может, еще даже приобретет, потому что старые газеты. Как это сделать? 15 лет, конечно, слабее перспектива, чем у Пьера Далли Франческо, но что же поделать? Вы уже пробовали? Через 15 отваливаете? Газета не... У меня отваливалось раньше. То, что я смешивал, отваливалось раньше. Черт. Да, ну переклею, что ж тут буквально. Я думал об этом, но... Ну, это такая случайная штука возникла, и... Ну, забавно. Нет, очень хороший, я с полным уважением, завистью, с какой любовью вы это делали. Просто, да, только с ума сойти можно, а так все остальное нормально. Ну, без этого сошли бы быстрее. Да. А что вы репетируете, кстати, сейчас? Насколько я знаю, мы сегодня встречаемся, и вы сразу после нашего разговора едете в театр. Ну да, я неделю уже, вот почти неделю, сегодня шестой или седьмой день. Это в театре школа современной пьесы у Иосифа Рехельгауза, он меня позвал, ну, он не знал, что у меня такая пьеса есть, но я ему ее подсунул. У вас есть пьеса? То есть у вас есть пьеса? Ну да. Я знаю, что вы сценограф, вы режиссер, и еще так. Немножечко сьете. Немножечко сьете. А вот вообще интересная штука. Кстати, вы не ответили, не хотите, не отвечаете. Как называется? Как называется? Ну, она будет называться «Все тут». Да, но так как ее никто не читал, ну, почти никто, то есть то, что вы скажете, ничего от этого. Если сказать «Вишневый сад», все поняли, а так никто не понимает, о чем речь. Ну и ладно. Не «Вишневый сад», хотя про это же. Да. «Вишневый сад» – смешная история, когда меня в школе спросили на экзамене, кому принадлежит будущее в пьесе «Вишневый сад», я не назвал студента, а назвал купца, который мне показалось, что он человек деловой, я получил большую жирную 2, и был изгнан. А учительница считала, что студенту принадлежит будущее? Ну, тогда это была советская, как бы, он ее как-то либеральные взгляды. который там всю жизнь учится, и еще у него борода не растет? Какой же он будущий? Его шлепнут при первой возможности через 10 лет. Я про интересную штуку начал говорить, что, да, вы сценограф, вы режиссер, и к тому же вы еще и сами сочиняете то, что вы потом... А вы знаете, простите, пожалуйста, это очень интересный вопрос, кому принадлежит будущее, и не купцу тоже. Они не знают, кому принадлежит будущее. Он, купец Лопахин, думает, что ему. Петя думает, что ему. Раневская думает, что она как-то выживет. Гаев там что-то тоже устраивает. Никто не выживет. В этом проблема. Они не знают этого. Просто они не знают будущее. Ну, когда мне было 17 лет или 16, я нашел того, который мне показался более вменяемый. Он проживет, может быть, немножко дольше. Хотя с Петей это может быть одновременно. Кто самый вменяемый в поэме Гоголя «Мертвый». Ну, конечно, остальные пособщики какие-то, ну, не о чем поговорить. Ну, он хотя бы вкалывает. Будущее за коробочкой. Да. По поводу того, что вы в себе объединяете сразу несколько дел. А вы, кстати говоря, много знаете таких примеров, когда автор, когда в одном человеке соединяются эти три специальности? Вы знаете, наверное, я сейчас не могу назвать, но, наверное, это не могу сказать, что это во мне вызывает большую симпатию, когда это вижу в других. Потому что театр вообще такое коллективное действие. Если вы напишите пьесу, я поставлю, из этого что-то, что-то, ну, как вот. Ну, плюс на минус и так далее. Ну, да. И даже плюс на плюс все равно какое-то движение есть. А когда я плюс, и я еще плюс, то или кто-то и пишет, и это еще оформляет, я не оформляю. То есть то, что вы ставите как режиссер, вы там не художник? Нет, нет, я зову художника обязательно. А, значит, вы вот так вот все три дела не берете? Вот что я умею делать, я как раз не делаю. Я делаю два дела, которые я не умею делать. Ставлю спектакль, пишу пьесу. А как же вот вы художник? У вас свое представление о том, как правильно. Как же кто-то может сделать лучше, чем вас? Мои ученики, и пока они полны уважения, они слушают, что мне нужно, и делают. Потом они вырастают и часто говорят, что им надоело слушать. Вас устраивает, что вам предлагает сценограф, если вы режиссер? Ну, обычно я им предлагаю генеральную такую штуку, потому что я знаю... А, то есть вы все-таки... Ну, я придумываю спектакль в голове уже заранее как-то на сколько-то... на какое-то количество процентов, так, чтобы им предложить что-то, а не так, давай подумаем над Вишневым садом. Такого не бывает у меня. А потом они уже то, что предлагают, мне часто очень нравится, потому что, ну, я с такими работаю очень хорошими художниками. Хорошими, но все равно другими. Вот я бы сказал кому-нибудь наклей там десяток газеток, я бы, наверное, задушил его, потому что он точно бы не те наклеил. А это индивидуально... Индивидуально пошив. Индивидуально пошив. А то вот как раз там и происходит. Они предлагают многие вещи, до которых я не дошел бы, потому что, ну, когда что-то делаешь, то... В смысле, как режиссер, то... Ну, ты как трактор должен вот эту просеку прорубить, а направо-налево иногда не хватает времени и сил даже смотреть. А они рядом идут и делают из этой грубой просеки, помогают сделать из этой грубой просеки с поваленными деревьями, ну, какую-то такую, ну, эстетическую вещь. Вы говорили, что когда вы зовете людей в театр, публику в театр, вы как бы должны понимать, зачем вы их туда зовете, и сейчас у вас это ощущение как бы потеряно. А вот люди, которые только пришли и потом выходят, кстати говоря, по-моему, это ваше, да, приходит публика, уходят люди, что-то... Приходит толпа. Толпа. А уходит народ. А вы как... Это я горжусь этой формулировкой. Вы смотрите на людей или это просто в голове у вас возникло... Где можно, я смотрю, но бывают театры, когда я в театре нации, например, я не смотрел на них, потому что там все двери с кодовыми замками, у меня нет этой карточки, и... Ну, значит, как я увижу лица? Ну, только на поклонах. А в перерыв буфет? Или это еще не готов? Это еще пока... Я не хожу туда. Во-вторых, я не хожу. Это страшно. Нет, нет, я так, где можно, я так... Щелочку смотрю. Ну, вообще, театр... Вы начали с интернета, из ухода, из живого зала. Конечно, это невозможно, потому что театр... Это все, это даже случайный скрип сидения или даже фантик развернутый, это все дает это ощущение. Я специально даже такие мешающие, как бы, факты привел в пример, а они тоже, они тоже создают это ощущение, когда ты пришел в театр. В этом смысле, до интернета, даже когда телевидение было в полном, так сказать, в полной силе, я никогда не мог смотреть спектакли по телевизору, не говоря о балете, это вообще непонятно. То есть они специально не сделаны для... Ну... Ну, для телевидения, тогда это немножко другое. Чуть-чуть крупные планы, понимаю, да, и то, что делал ваш папа. А так, если, конечно, это уже... Совсем другое. Нет, вполне может быть, что это можно довести до какого-то качества серьезного, хорошего, все эти вот клеточки, кто с кем там, ну, да. Можно, все можно довести до качества. Слушайте, если из газеты можно Гагарина сделать, то, конечно, можно из интернета что-то сделать хорошее, потому что это инструмент, это просто, ну, возможности. Наверное, можно. Было бы, что и придумать как, вот. Но заменить этот театр... Прямую не переводится, да. Конечно. Но я очень рад, знаете, какому обстоятельству? Начали вы просто совсем пить, я думал, что же мы будем дальше с вами делать, когда театр умер, и все, и вы даже были встать и уйти. Или свет погасит. Но, тем не менее, все-таки разговор получился, и мне кажется, у меня есть какое-то оптимистическое начало. Ну, во-первых, вся эта дребедень должна, конечно, закончиться, так или иначе. И люди будут ходить в театр, а может быть, даже и активнее, потому как это такое место настоящего, что ли, настоящего чувства, может быть, место настоящего чувства, а его чертовски не хватает. Это не пессимистическое заявление было. Это, ну, чтобы дойти до, ну, надо дойти до пола в этих чувствах, что его можно потерять. Ну, мы же вот всю жизнь, я, другие люди, работаем в театре, ну, как бы приходим, и ходим, ну, как бы, ну, так получилось. Это такое хрупкое, это такое хрупкое, вот у нас его отняли, как игрушку, и мы так, а-а-а-а-а, чем бы. Ну, музыканты же так, исполнительское искусство тоже точно так же впало в ком. Да, у них скрипку не отнимают, правда, концерт, концертов не было. Я думаю, что они так же страдали. И балетные, и оперные, конечно, это плач Димы Бертмана по, когда я его слышу, я так понимаю. Где-то, кстати, я видел его пост, что ура, мы открываемся, или мы открылись, буквально на днях. Они тоже открываются, только, слава богу, им разрешили хор, а какие же оперы там без хора. У всех свои, свои сложности. А вы не пробовали репетировать онлайн? Не репетировать, хотя бы. Ну что так, чтобы дело шло. Да, я четыре месяца по Зуму я преподавал моим любимым студентам, которых я набрал, и это был второй семестр первого курса. Мы только успели друг к другу как-то, ну, не знаю, получать удовольствие от общения. Вдруг в клеточках так. Месяц ничего, два ничего. Кончилось это, я просто больше не буду. Я, к сожалению, даже подумал, что если это вдруг, не дай бог, все будет продолжаться так, я этим любимым, вторым своим делом боюсь, что заниматься не буду. Информацию передавать им я не хочу. Я хочу так. Там паузу нельзя держать. Там пауза, это значит, что-то случилось с интернетом. А на самом деле в паузе, вы знаете, они однажды, вот после конца карантина официального, прямо в день у нас было занятие. Я нажимаю кнопку и вижу их всех. Только я вижу обычно их в клеточках, а так они в одной клеточке сидят. Я говорю, а вы где? Они говорят, а у вас во дворе. Я выскочил в окно, выглянул, выскочил во двор, привел их домой, и мы сели. Вы не поверите, мы полчаса просто смотрели друг на друга. И это было для меня, ну, вот это урок. Вот это урок. Больше, чем... Молодцы ребята, сюрприз сделали. И они молчали, не только я такой козел, что я просто начал просто чувствовать что-то. нет, и они молчали. Как и театр. Круто. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. По-моему, все должно быть. чтобы вы дальше продолжали. Да. Хочешь сказать, все, что только начинается, я думаю, что так и есть. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok